Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Автоплюс, программа «Попутчик». Меня зовут Александр Гусаров. И тема сегодняшнего выпуска – это управление автомобилем летом. Особенности. Мы поговорим сегодня о том, в чем отличается, есть ли разница между полноприводной машиной, переднеприводной, заднеприводной, тип шин, дождь, я не знаю, ночь, управление автомобилем ночью. Есть ли какие-то особенности? А пригласить на эту тему разговаривать, в общем, говорить, вернее, на эту тему и рассказывать нам, мы решили Геннадия Брославского. Добрый вечер, Генн. Спасибо огромное, что пришел. Генн, наверное, известен многим не только как пилот, мастер спорта, но еще и как организатор кучи спортивных школ. Не спортивных даже школ, а школ, которые повышают водительское мастерство. То есть нас с вами, обычных, собственно говоря, лохов. Скажем так, ну, будем честны. Да, организатор и создатель кучи школ, которые, тем не менее, так по-прежнему и являются каплей в море, даже, наверное, в океане. К сожалению, да. И поэтому, наверное, тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она достаточно важна, и она не потеряет своей злободневности многие-многие годы. Особенно в нашей стране. Ну, это да, особенно с ростом мощности и кучей новых автомобилей с неумеющими людьми, которые ездят за рулем. Ну, естественно, мы ждем ваших звонков. Телезритель, задавший по итогам недели самый интересный вопрос, получит комплект вот этих вот бинарных часов, оригинальных, с символикой телеканала «Автоплюс». Также мы ждем смс-сообщений. И мы начинаем, Ген. Наверное, первый вопрос, как бы он вытекает сам с собой. Вообще, что подразумевает под собой вождение автомобиля летом? Поскольку, ну, сейчас конец мая. Ну, как же, всем понятно. Снег сошел, асфальт просох. Тапку в пол. Тапку в пол, светофор, и все, поехали, естественно, конечно. Зимой страшно, зимой ужасно, потому что можно разбить новый дорогой автомобиль. Можно не понять, почему автомобиль сначала стоит на месте, а потом за что-то цепляется, начинает нестись куда-то. А на асфальте все понятно. Ну, по крайней мере, как кажется большинству. На самом деле, конечно, история с асфальтом – это история всегда очень неоднозначная, потому что даже у профессиональных спортсменов асфальтовые покрытия в гонках являются самым сложным покрытием из всех существующих. То есть, да, действительно, не лед, не снег, не гравий или грунтовые какие-то участки, а именно асфальтовые участки считаются самыми сложными. И гонки, состоящие из асфальта, считаются самыми сложными в пилотировании. Хотя бы потому, что асфальт, он бывает очень разный. Мы знаем с вами, как минимум, наверное, старый разбитый асфальт, асфальт, который уже не выглядит как асфальт, а ближе... Многоямный такой. Многоямный, многоярусный, многослойный, потому что его ремонтируют обычно в дожди. Вот. Мы знаем свежий асфальт. Также мы, наверное, знаем асфальт во время дождя. Вот. На самом деле спортсмены, профессиональные спортсмены различают приблизительно 20 типов асфальта. Вот. И под каждый тип асфальта, если есть возможность, профессиональный пилот выбирает соответствующий тип резины, углы установки колес и давление в колесах. Это вот тот прожиточный минимум, который позволяет пилоту потом работать с этим покрытием. Так как у нас, у гражданских водителей, такой возможности нет, но тем не менее у нас есть достаточно большой выбор различной резины, различных колес, покрышек, нам необходимо понимать четко, что первонаперво, когда начинается лето, необходимо поменять колеса как минимум на летние, на летний рисунок. То есть закончить все эти истории. А, докатаю сейчас зимние колеса, значит, и на следующий год куплю свежие. Нет, не годится, не работает. Потому что зимнее колесо, оно произведено вообще совершенно по другим принципам, технологиям и так далее. Оно гораздо более мягкое для того, чтобы работать при низких температурах. Оно, как правило, уже, чем асфальтовое колесо. Соответственно, на зимнем колесе мы всегда имеем меньшее пятно контакта колес с дорогой. Оно, в конце концов, имеет больший угол увода. То есть мы руль поворачиваем, после чего можем досчитать до двух, и получаем реакцию от автомобиля. Все это зимние колеса, которые мы решили по весне докатать. Я уж не говорю про шипованные зимние колеса, которые... Это просто кощунство, это неуважение, в первую очередь, наверное, к себе и к своему государству. Потому что шипованная резина, она ведь действительно очень сильно убивает, снашивает асфальт. Потом мы удивляемся, откуда у нас появляются колеи в первых двух полосах МКАДА. Там-то в правых, понятно, фуры, тяжело, все ясно. А откуда здесь? А в том числе оттуда. 10% машин приблизительно по весне. Долгое время еще по асфальту ездят на шипованных колесах. Это большая беда. И здесь, кстати, нужно помнить, вот опять же, ширина колеса, она ведь тоже очень играет свою роль. Для сухого асфальта это отлично. Но когда машина начинается, вот тот эффект аквапланирования, потому что не изобрел ни один производитель на сегодняшний момент, при всех диких затратах, которые они принимают на себя, делая новую резину, не изобрел ни один производитель идеальный вариант для сухого и мокрого покрытия для обычной жизни. Нет, конечно, это всегда компромисс. И этот компромисс, он из года в год, наверное, получается все более интересным. То есть находятся действительно оптимальные какие-то рисунки, оптимальный состав каучука, из которого делается, варится колесо. Но, тем не менее, это всегда компромисс. Поэтому, когда начинается дождь, мы, естественно, должны понимать, что первый этап, начало дождя, самое страшное. Самое страшное. Размывается тот песочек, грязь, который остался на асфальте от эксплуатации в условиях сухих, после чего начинается дождь, это значит, начинаются лужи. Самые страшные лужи – это лужи в колеях. Колеи у нас очень много. Я не знаю, может быть, все-таки технология производства дорог у нас не совсем та. Хотя здесь вопрос, наверное, отдельной темы. Это не тема управляет. Тем не менее, колея и вода в колее – это вообще страшная штука, потому что даже разрешенные скорости порой бывают слишком завышенными для того, чтобы можно было действительно безопасно двигаться в дождь, в дождевое колее. Вопросы аквапланирования. Да, они возникают. Что такое аквапланирование? Это когда колесо не справляется выдавливать воду из-под себя и всплывает. Причем между дорожным полотном и покрышкой толщина воды измеряется в микронах. Казалось бы, да? Да, казалось бы. Но при этом эти микроны создают действительно эффект трения льда по льду. Куска льда по куску льда. То есть коэффициент сцепления стремится к нулю. В этом случае первонаперво водитель, как правило, пугается и начинает куда-то вращать руль. И это глобальная ошибка, глобальная проблема. Категорически ни в коем случае нельзя это делать. Нужно постараться остаться при прямом рулевом колесе, то есть продолжить двигаться прямо. И самое страшное – не отпустить газ, оставить газ ровным. Добавлять, ну, наверное, не каждый справится, но, по крайней мере, не отпустить. Потому что, отпустив газ, мы получаем тут же разгруз задних колес. Если передний у нас в момент отпускания газа может быть, может быть, зацепится за дорогу, в этот момент задняя ось предоставит нам очень интересный и неприятный сюрприз. В виде начала заноса, в виде начала скольжения и так далее. Поэтому лето – это серьёзно, это важно. Это важно. И больше того, ты вот сказал, новый асфальт, который тоже таит в себе огромные проблемы, особенно в дождь, и ещё снятый асфальт. Вот когда фреза снимает верхний слой асфальта для того, чтобы переложить его и уложить новый. Это вот, кстати, тоже две особенности. И про новый асфальт можно вообще, наверное, бесконечно разговаривать. Про новый асфальт в России можно рассказывать бесконечно, потому что, к сожалению, он делается по, например, для меня непонятным технологиям. Я ездил достаточно много по свежему асфальту в Италии, во Франции, в Германии. Свежий асфальт там не составляет проблемы. Может быть, потому что сам состав асфальта, он содержит очень много, ну, я так понимаю, именно бетона, бетонных частиц и специально обработанных камней, специального объёма, размера и так далее. Да. У нас же асфальт, он, как правило, не шероховатый, а вот именно гладкий. И более того, в первые месяцы эксплуатации этот асфальт очень часто забивается резиновой крошкой. Колёса вращаются, и снова происходит у колёс. Колёса оставляют резиновую крошку. И тогда мы получаем эффект обратный эффекту в кольцевых гонках. То есть, если в кольцевых гонках асфальт, точнее, гонщики накатывают резиновую дорожку, на которой так называемый держак возрастает, да, то есть, получается, горячая резина работает по горячей резине, то в случае с реалиями жизни, с гражданской практикой вождения, этого эффекта не происходит. Асфальт становится ещё более скользким. Ну, а свежий асфальт в дождь... Битом. Ну, это нужно быть очень осторожным. Я могу сказать, что порой двигаясь по свежему асфальту в дождь, мне гораздо страшнее, чем участие в соревнованиях. Это реально так, потому что всё-таки в соревнованиях я еду на подготовленном автомобиле, на специальной резине, которая соответствует покрытию. Не говоря уже о каких-то средствах безопасности в виде каркаса, шлема и так далее. Здесь же мы, что называется, гол как сокол. То есть, автомобиль, конечно, современный автомобиль, он... То есть, степень пассивной безопасности, которая закладывается в автомобиль, она, конечно, повышается с каждым годом. Активная, собственно говоря. Но законы физики. Да, законы физики не отменяются, поэтому никогда в ближайшее время, пока автомобиль будет иметь массу 4 колеса силовой агрегат, никогда автомобиль не станет безопасным транспортным средством. Этого не будет, это нужно понимать. Ну, это чётко действительно такая вещь. Кстати, вот особенности управления песок, обочины. Очень часто бывает, что люди пытаются объехать пробки, особенно летом на дачу, идя по обочине. Что за собой это грозит? Ведь иногда песок работает гораздо, даже, может быть, более обладает втягивающей силой, чем та же лужа, мимо которой вы проноситесь. И вас просто может утащить с дороги. Это же тут тоже действительно так, об этом надо помнить. Я думаю, мы не будем сейчас обсуждать, что проблема может возникнуть совершенно неожиданно. Вы просто засыпете песком едущих сзади вас водителей, которые вас рано или поздно могут догнать и полечить. Это так, это отступление лирическое. А что касается грунтовой обочины, она страшна, в первую очередь, при съезде на неё. Если мы пытаемся с асфальта переехать на обочину и делаем это на сравнительно высокой скорости, а высокой скоростью в данном случае может быть уже 50-60 км в час, то мы просто приводим автомобиль к эффекту вращения. То есть правые колёса, выезжающие на обочину, в какой-то момент получают больше сопротивления к качению. То есть левые колёса остались на асфальте, правые на песке. Вращательный момент может возникнуть совершенно спокойно. Точнее так, вращательный момент возникает в любом случае. Просто он может превысить сцепные качества колёс. И тогда нас начнёт просто-напросто заносить банально. И мы соберём ещё несколько машин. Что касается вообще движения по обочине, вы знаете, когда я возвращаюсь в соревнования, и на Новой Риге стоит пробка 40-километровая, бывает, тоже грешу, бывает, выезжаю, потому что непроходимо. Тем более летом я обычно передвигаюсь по городу только на мотоцикле. И от пробок реально отвык. Я сейчас ехал в студию на автомобиле, так получилось, были дела. Я пробовал всё, я уже забыл, что такое стоять в пробке. Это ужасно, это страшно. И когда едешь по грунту, просто очень часто бывают ситуации, когда ты не замечаешь какой-то ямы, какой-то там, не знаю, выбоины, остатки бордюрного камня, остатки строительных материалов после того, как какую-нибудь там эстакаду отстроили. Поэтому можно просто на маленькой скорости очень сильно повредить автомобиль и, собственно говоря, ничего не выиграть. Ну, Ген, ты знаешь, вот я помню, был я на полигоне Гудира, очень интересно, в своё время была трасса обычная, на которой нам предлагали кататься, трасса, на которой в своё время даже Формула 2, по-моему, проводилась. В своё время она имела даже там амологацию Фея, но её купил шинный производитель, и внутри у них выстроена, по-моему, круга с водой. У них ещё есть трасса с поворотами, со связками, со шпильками, на которой в зависимости от того, что они хотят показать, они увеличивают или уменьшают количество вот этой плёнки. Это, кстати, в тему о новом асфальте. То есть вот эффект зачастую... Вот мы ехали вроде на Audi TT. Полноприводная машина, то есть запрещено было отключать систему курсовой стабилизации, то есть всё работало. Но непредсказуемость поведения машины на тот период вот именно по движению по этой плёнке... То есть вот они просто предложили оценить, да, как бы что... Речь шла о новой шине какой-то, и вот... Ну, кадры наглядно иллюстрируют. Вот там приблизительно такая же штука, то есть просто плёнка воды на протяжении всего этого маленького как кольца. Страшно. Я могу сказать, что вот реально страшно, когда ты начинаешь понимать, что ты пытаешься что-либо сделать, но автомобиль, он чувствует себя сам по себе, как и колёса. Хотя вроде бы это была новая резина специально, которая, по идее, сделана была асимметричной для того, чтобы и хорошо работать на асфальте, и хорошо в дождь. Ну, тем не менее. В общем-то, это действительно так. И, кстати, вот очень показательная ещё вещь. Это тот, кто был на Дмитровском полигоне, не все... Это вот иллюстрация к твоим словам по поводу, когда выезжаешь на обочину песочную. Там есть базальтовое покрытие, когда ты идёшь по очень абразивному асфальту двумя колёсами, и два колеса в этот момент у тебя попадают на базальт. Сухой базальт. Даже сухой. Даже сухой. И тебя предлагают затормозить. И ты понимаешь, что с твоим автомобилем происходит. Там АБС не работает, ничего не... А они понимают, что происходит. Это вот опять же законы физики. Нельзя обмануть. А по поводу АБС, здесь нужно понимать, что АБС по-прежнему остаётся исполнительным механизмом всех остальных электронных систем курсовой стабилизации, электронного блокирования и так далее. То есть АБС, именно АБС является рабочим органом, потому что именно тормозные колодки, подтормаживая разные из колёс, создают противовращательный момент. То есть автомобиль остаётся на дороге. И поэтому та самая история про первые шаги АБС, вообще в автомобиле, в частности, тесты BMW, знаменитые, когда даже, по-моему, насколько я знаю, погиб тест-пилот, тестируя автомобиль с АБС, они, в общем-то, имеют злобу и на сегодняшний день. Почему? Потому что система курсовой устойчивости, она действительно в нескольких ситуациях, что называется, сходит с ума, она не понимает, что происходит. Одна из таких ситуаций – это если автомобиль подбросил на каком-то гребне. То есть, скажем, мы ехали достаточно быстро, скажем, 100-110-120 км в час. На волне машина начинает подбрасывать, сначала вывешивает ось, потом колёса отрываются. Вот даже на сегодняшний день, даже на автомобилях премиум-брендов, колёса, оторвавшиеся в воздух, могут приземлиться заблокированными. Следующая ситуация, при которой электроника отказывает и не понимает, о чём идёт речь, это если автомобиль занесло, и занос уже приближается к 90 градусам относительно движения дороги. Здесь также бывают проблемы, когда электроника говорит, нет, я не понимаю, я не могу тебе помочь, справляйся сам. Поэтому, конечно, да, с электроникой здесь всё очень условно. Можно довести автомобиль до состояния, когда электроника не поможет. Равно как вот мокрый асфальт и суперсовременная резина, она просто может не справиться, потому что есть скоростной режим, и выше этого скоростного режима ни одно из колёс не может работать. Опять же, те же законы физики, в школе надо было учиться, кому-то кто этого не понимает. У нас звоночек, добрый вечер, в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Крючок Савидов Григорьевич. Я водитель в маршруте. Да-да, мы слушаем вас. Вот мне, вот, как водителю, очень нравится... Вы меня слышите? Да, мы слышим вас. Да-да, мы слушаем вас. Мне очень нравятся вот новые как бы пассажиры и водители, как назвать, которые начинают заправить машинами, они не включают поворотники, не включают, не показывают, что они собираются сделать. Меня это пугает. Спасибо большое, но вопрос понятен. Это уже вопрос не к управляемости, а к вежливости и уважению друг к другу, скорее всего. Но, к сожалению, этот вопрос самый важный. Принимая во внимание частичное присутствие культуры вождения на дорогах, мы имеем все остальные проблемы. По поводу культуры вождения на дорогах тоже отдельная тема. Я, например, приверженец идеи, что сначала нужно начать уважать себя, а потом нужно, наверное, говорить о правильном выборе резины, о правильном выборе автомобиля, о приводе и так далее. Пока у нас не будет вот этого самого главного, то есть просто самоуважения к себе на дороге, у нас все остальные проблемы будут решаться через пень-колоду. Это так и больше того. Конечно, сама конструкция дорог, возьмем КАД, к примеру. Почему у нас стоят пробки на съездах и выездах? Вроде бы самый лучший, лучше, чем лист клевера, развязок не придумано. Это одна из самых лучших развязок. Но пробки у нас стоят. А стоят они почему? Потому что нет разгонных полос. Совершенно верно. И меня это очень сильно удивляет, потому что я, как выпускник МАДИ, достаточно много общался с студентами, со студентами-ребятами с дорожного факультета, которые проектируют эти дороги, которые совершенно четко знают и понимают проблематику, например, московской дорожной сети. Но на вопрос, ребят, ну почему? Как бы наша задача строить автомобили, управлять автомобилем. Ваша задача, чтобы дороги соответствовали современным автомобилям. Да, все хорошо, все классно, но только когда защищается очередной проект, очередной развязки, либо нехватка денежных средств, либо нехватка, ну, это называется, нехватка как-то, по-моему, местности, которую можно задействовать под развязку. Ну, это гениальный пример этого развязка, новая на Третье кольцо, Ленинградский проспект, где машины как стояли на Масловке, они так и продолжают стоять, потому что полосы разгона для них нет, она отсутствует просто. Зато нашлись деньги на создание вот этого вот круга большого. Хотя можно было у второго часового развернуться, но в общем. Большинство полос в европейских странах, ширина полосы, она меньше, чем у нас. Намного. И невзирая на это, водители совершенно смело со второстепенной дороги выезжают на главную, практически очень часто, не сбрасывая своей скорости, 70-80 кг в час. И никто не боится столкнуться, потому что он четко понимает, он выезжает, у него есть еще как минимум 150-200 метров разгонной полосы. Это раз, плюс какая бы ни была загруженность, достаточно плотность движения высокая, даже фуры очень часто уходят из права перед развязками, они пытаются уйти, занять чуть левее, чтобы человек, который выезжает, у них, как правило, вообще не принято даже смотреть очень часто в зеркала, когда они выезжают. То есть как мы ездим, выворачивая голову и пытаясь увидеть, что там. Но у них есть правило, каждый отвечает за то, что у тебя происходит сзади, за спиной. Да, совершенно верно. Ну, так и учит. У них, кстати, система обучения в той же Германии, она несколько отличается от нашей. Может быть, поэтому там аварий меньше, собственно говоря. Да, ну, так же, как, опять же, есть культура, есть уважение. Месяц назад история, вот в Италии, в Риме, к светофору подъезжает какой-то микроавтобус, его нагоняет и останавливается у двери водителя мотоциклист. Явно недовольный, его, видимо, водитель автобуса, этого микроавтобуса не пропускал. Вот. Мотоциклист показывает водителю непристойную фигуру, водитель отвечает тем же, и они через секунду улыбаются, водитель открывает окошко, и они общаются. То есть вот все, нет конфликта. Хотя он явно мог назреть. То есть люди посмотрели в глаза друг к другу, видимо, как бы осознали, что ну да, бывает, да, не заметил, да, вот, собственно. А, собственно, а почему должен был пропускать, да, потому что каждый мотоциклист, я все знаю, он, когда вот в эту вот ситуацию я-мотоциклист входит, ему кажется, что вот должны все раступиться, да, то есть вот, ну я же узкий, я маленький, поэтому дайте я проеду, а вы тут дальше стойте. Вот. Да, такое бывает. Поэтому здесь нужно быть более сдержанным, и даже горячие итальянцы умеют находить язык. И при всем своем хаотическом движении в том же Риме, в той же Сиене и так далее, там практически нет. Я был неделю, за неделю я не видел ни одной аварии. Почему, как, непонятно. При том, что у них очень много скутеристов, которые очень быстро носятся мимо автомобилей. Но к скутеристам есть особый такой, вот особый пиетет, пиетет. То есть вот скутерист, ну да, все, он проехал и уехал. Нет проблемы. Ну да, она миновала и ушла, ее нет. Ну это потом, на самом деле у нас еще долго что есть обсудить, что обсудить, какие вопросы. А пока звонок. Добрый вечер в эфире. Алло, добрый вечер. Алло. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, добрый вечер. Меня зовут Андрей. Очень приятно. Ну вот, я нахожусь сейчас. Ну вот, я сейчас нахожусь в городе Скове, да, хочу задать вопрос. Как происходит вообще квалификация инструкторов, которые обучают водителей, которые потом будут и которые сейчас есть по нашим городам. Инструкторов для автошкол? Да. Или для школ повышения водительского мастерства? Это две разные... Нет. Я остаюсь в том. Как происходит подготовка инструкторов для автошколы? Она на сегодняшний день происходит стандартно. Спасибо за вопрос. Да, есть методика подготовки инструкторов. И, собственно говоря, ничего не изменилось, насколько я знаю, за последние, наверное, лет сорок. Были у нас три представителя этой школы. Они говорили, что да, есть огромная проблема в этом. Проблема? Да. Я просто и хотел сказать, что, собственно, если четко двигаться по методике подготовки инструктора, то я думаю, что проблемы не будет, потому что у нас достаточно неплохие методические разработки в этой области. Другой вопрос, что очень часто происходит подготовка спустя рукава, и инструктором, хорошим действительно инструктором в автошколе становится только тот человек, который действительно хочет из себя что-то представлять на своем рабочем месте. Таковых, к сожалению, очень мало. А вообще методические планы достаточно серьезные. Я общался с несколькими директорами автошкол, у нас была просто тоже такая телевизионная программа, что лучше, контраварийная школа или автошкола. И мы сошлись во мнении, что все-таки это две разные структуры с абсолютно разными задачами. То есть мы, грубо говоря, это повысить квалификацию, перевести плавно, безопасно, перевести водителя из категории начинающих в категорию уже профессионалов. Немножко укоротить приобретение опыта, потому что на практических занятиях по безаварийной подготовке можно за 10-15 часов получить навыки, скажем, которые в жизни ты будешь получать 5-7 лет, 10, может быть, лет. Опыт не получишь, конечно, но вот некие навыки, их же можно отработать, потому что ничего не изменилось в этом мире. Хороший водитель – это водитель, у которого хорошо развита моторика. То есть мышечные рефлексы, мышцы. Насколько мы умеем автоматически работать с органами управления, настолько высвобождается голова, мозг, глаза для того, чтобы в целом оценивать обстановку вокруг себя, отслеживать других участников дорожного движения и быть адекватным, не попадать в нехорошие ситуации. Самое главное – не создавать их самому. Ну это да, и потом все-таки такая еще вещь играет, как мышечная память. У человека, который давно за рулем, у него она, естественно, даже если ты не сидишь за рулем в течение месяца, даже полугода бывает, ты садишься, и у тебя через час-два, может быть, а иногда и сразу, все придет опять. Ты будешь точно так же вертеть головой, смотреть в зеркала, точно так же реагировать на какие-то объезды, и все, это совершенно нормально. Это действительно опыт. Да, в спортивном автомобиле я не сижу 2-3 недели. После этого перерыва я сажусь за руль, и у меня коленки потряхивают. Потом нажимаем. Машина другая. Еще один звонок. Добрый вечер, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр, я из Твери. Очень приятно. Мне вот интересует такой вопрос. У меня сейчас существует, ну, есть категория Б, С, я отучился, вожу машину 4 года, и сейчас учусь на мотоцикл, на права категории А. Мне вот интересно, как вот мне психологически перестроиться в вождении мотоцикла? Спасибо. Спасибо за вопрос. Психологически перестроиться на вождение мотоцикла достаточно сложно, потому что вождение мотоцикла это все-таки такая вот наука отдельная. То есть есть очень много общего в управлении мотоциклом и автомобилем, но что касается поведения на дороге, мотоцикл это то транспортное средство, которое очень быстро развязывает руки, потому что это маленькое транспортное средство, и у вас очень быстро возникает ощущение, что вы все можете. Вот это самое опасное ощущение. Мотоцикл это то транспортное средство, которое я, например, не рекомендовал бы молодым парням. То есть лет до 25 никаких мотоциклов, никаких скутеров. Вот так категорично. Потому что мотоцикл – это, в первую очередь, транспортное средство для взрослого, трезвого мыслящего человека с холодной головой. Что касается непосредственно перестроения каких-то своих навыков и так далее на мотоцикл, это отдельная тема, мы можем очень долго ее обсуждать. Я вам крайне рекомендую после окончания школы и сдачи экзаменов в обязательном порядке записаться в мотошколу, в контраварийную мотошколу, которая существует везде, в том числе в Твери, и пройти курс в обязательном порядке. Практически везде, где есть очаги мотоспорта, есть мотошколы, потому что ребята-мотоциклисты с удовольствием организуют школу, с удовольствием занимаются, обучаются. И невзирая, скажем, на свой опыт, когда я садился в седло мотоцикла, я тоже пошел в мотошколу, я с удовольствием выполнил роль ученика, мне рассказали особенности, а они, поверьте, есть. Потому что если в автомобиле вы пристегнулись и дальше вы едете на тяжелом транспортном средстве, вам не нужно ничего делать, там, туловищем и так далее, то на мотоцикле есть определенные вещи, которые нужно знать именно по работе с центром тяжести. Эта работа подразумевает определенное смещение туловища в седле мотоцикла. Принципы-то одни и те же, только мотоцикл не прощает ошибок каких-то, которые может иногда автомобиль сглазить благодаря четырем колесам. Несомненно. И благодаря отсутствию железа вокруг. То есть первое ощущение при движении на мотоцикле – я совершенно голый. То есть вот любое касание, любой твердый предмет, и, в общем, у меня начинаются проблемы. Ну, всякое бывает в жизни. Тем не менее, в общем-то, вот такой же вопрос, еще один. Люди хотят ездить на скутерах, на мопедах, скутерах, но боятся. То есть не боятся, а именно спрашивают, необходимо ли посещать все-таки автошколу. Ну, школу где… Да, мотошколу. Обязательно. Обязательно. И в первую очередь для того, чтобы в конечном итоге потом найти себя в этом Бровновском движении. Потому что, к великому сожалению, все государства, в которых очень сильно хромает культура вождения, как правило, есть как бы закон, кто сильнее. Если я еду на грузовике, я не боюсь никого. Если я еду на легковой машине, я боюсь грузовиков, но не боюсь велосипедистов, мотоциклистов и пешеходов и так далее. То есть, к сожалению, у нас на дорогах, как в джунглях, существует иерархия. И самые опасные участники дорожного движения – это пешеходы и велосипедисты. Скутеристы недолго, то есть, недалеко отошли от них. Потому что все-таки настоящий честный скутер, который имеет 50-кубовый мотор, это транспортное средство, не очень быстро разгоняющееся, не очень большую скорость максимально имеющая. И поэтому, еще раз повторяю, пешеходам, велосипедистам и скутеристам на наших дорогах очень тяжело. Поэтому нужно учиться, учиться, еще раз учиться. Я могу сказать по собственному опыту, что довольно хамское поведение. Особенно этим летом их повылезало. У скутеристов. Люди ездят на красный свет. 12-13-летние. Люди ездят на красный свет, люди переезжают, когда им выгодно, по пешеходному переходу, когда нет, они просто идут на красный свет, наплевав на тех же пешеходов, которые пытаются перейти, все автомобили стоят, обгоняют, подрезают и ведут себя. При этом ездят абсолютно без защиты. О каких-то касках, я не знаю, перчаток вообще никто не говорит. Люди в шортах катаются. Считают, что, ну, подумаешь, что... Ну, господа, а ведь он едет 60-80 км в час, он может разогнаться. И этим он страшен. Да? Этим он страшен. Что проще вообще, что легче может быть? Не легче, а вообще выгоднее, удобнее может быть для того же города? Все-таки скутер или легкий мотоцикл какой-нибудь? Ну, ты сам понимаешь, я имею в виду там не серьезную машину, а типа моцико что-то. Идеальный вариант это 125-кубовый либо скутер, либо мотоцикл. Это транспортное средство экономичное, оно достаточно компактное, оно позволяет действительно, если нужно, где-то там переехать через бордюрный камень, где-то проехать между рядов автомобилей, аккуратно, культурно, уважая водителя автомобилей и так далее. То есть в плане удобства, конечно, еще раз повторюсь, я не представляю себе, живя в Москве, работая в Москве на сегодняшний день, передвигаться по Москве на автомобиле. Вот никакого представления не имею. Я сегодня просто, ну вот, дистанцию, которую на мотоцикле я преодолеваю, не нарушая правила дорожного движения. То есть спокойно совершенно. У меня большой тяжелый мотоцикл, я не спортбайкер и так далее. Я преодолеваю эту дистанцию за 20-20, там, 2-25 минут. Сегодня я ехал час сорок. Я ценю свое время, я не готов столько времени убивать просто в пробке. Причем это вот такая слепая пробка. Это не пробка, потому что где-то ДТП или еще что-то. Это пробка, которая есть и будет всегда. Ну да, во что-то упирается, и потом она едет дальше. Да, это даже не пробка, которую описывают европейские специалисты по пробкам. То есть они уповают на волновые процессы на дороге. Ну, пример. Какая-то девушка на автомобиле остановилась, она не знает, куда ехать, она там открывает карту, она заняла одну полосу. Соответственно, во второй полосе. То есть эти в этой же полосе, они замедляются, пытаются объехать, во второй полосе тоже замедляются, в третьей и так далее. То есть эта волна, она доходит до крайней левой полосы. Даже невзирая на отсутствие вот этих волновых процессов, третье кольцо на беговой стоит уже, видимо, всегда. Да. Это у нее судьба такая. Третье кольцо свежепостроенное, на минуточку. Эстакада на беговой построена в 2001 году, 539, по-моему, метров. Она построена недавно. Она была рассчитана под, наверное, прогрессивное развитие автомобилестроения в мире и поток этих автомобилей к нам. Ну и еще немножко с авто. Сто процентов, видимо, все к нам. Я не знаю, но это реальный шок. То есть уже даже не хватает сил как-то там злиться, волноваться и так далее. Просто стоишь и вот все. Нет, ну сейчас-то еще с ремонтом, который уже ближе к Кутузскому, она стоит-то вообще так хорошо даже в выходные дни, которые вроде бы все должны, учитывая летний период, все должны быть на даче. У нас звоночек. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Москва. Очень приятно. У меня такой вопрос, наверное, вы в курсе, что существуют специальные площадки зимой, где заливают, например, футбольные поля или на водоемах устраивают площадки, где учат управлять машиной в режиме заноса. Но там вот довольно все-таки малая скорость, и насколько сильно это помогает, эти курсы в реальных условиях, на больших скоростях, на трассе. Спасибо. Отвечай на вопрос. Значит, это очень громко сказано по поводу некого большого количества площадок, которые заливают и так далее. Значит, у нас на сегодняшний день в Москве жуткая проблема с площадками для школ вождения. Автошколы еще как-то ютятся на небольших пятачках, на автобусных остановках и так далее. Что касается контраварийных школ, на сегодняшний день дефицит, невзирая на то, что школ в Москве работают действительно достойных, порядка десяти, они все ютятся на малых площадках. Некоторые из них не позволяют, из этих площадок не позволяют двигаться на автомобиле выше второй передачи. И да, действительно, вы правы. Управлять автомобилем в заносе, обучаться на скорости 30 км в час, и потом слышать от инструктора, чувак, все нормально, на 130 то же самое. Конечно, это даже не лукавство, это совершенно не так, потому что инерционная составляющая автомобиля на 30 и 130 совершенно разная, и на 130 мы имеем несколько другие проблемы, и другую скорость реакции должны иметь на создающуюся ситуацию. А что касается вообще площадок для каких-то, может быть, самостоятельных тренировок и так далее, я вам приведу, в пример, маленькую соседнюю Эстонию, вот она совсем маленькая, полтора миллиона жителей. В маленькой соседней Эстонии зимой порядка 30 замерзших озер и рек чистятся под трассы и под площадки. Там совершенно нормальная ситуация, когда в субботу утром на эту расчищенную трассу приезжает семья, папа, мама, сын, привозят на прицепе, не знаю, там, на Ауди, например, привозят на прицепе какой-нибудь старенький закаркашенный форт-эскорт, сгружают его. Мама участвует на Ауди, на гражданской, участвует в любительском зачете леди, папа в боевом зачете, сын в юниорском. Вечером они удовлетворенные, научившиеся чему-то, поучаствовавшие в соревнованиях, с удовольствием возвращаются домой. Вот, да, это я понимаю. 25-30 площадок зимой существует в Эстонии для вот такого рода тренировок, мини-соревнований, причем любительских, профессионалам там нет места. Профессионалов иногда приглашают для того, чтобы, ну, вот как-то немножко мероприятие сделать более интересным, чтобы любители тянулись вот к профессиональному, подготовка машины, пилотирование и так далее. Вот, поэтому я вас расстрою, у нас культуры вот такого рода площадок в Москве, я считаю, двери, собственно, в Питере, ее нет. Ну, у нас много чего нет. Вот из Питера, человек, тема для обсуждения – ширина резины и колея. На широкой резине переставляют на полряда опасно и выброшенные деньги. Чем шире колесо и ниже профиль, тем, естественно, сложнее управлять в колеях. По этому поводу что могу сказать? Значит, ровный газ, держим руль двумя руками, а не одной… Вот это мы с тобой говорили, очень красиво, в середине, к сожалению, очень боковая поддержка, сильно развита, здесь вот подлокотника не хватает. И рука, главное, еще, чтобы вот так вот была вытянута. Ну, нет, лучше сверху. А, вот так, ну, то есть вот так. Конечно, конечно. Ну, это уже хоть что-то, понимаешь? Бажор, да красиво. Да, да, да. Не сидим с рулем, так как вот я сейчас сижу в кресле, то есть я сейчас не сижу, я практически лежу, вот. Нужно немножко вертикальнее садиться, держим руль. Если нужно перестроиться, и в полосе есть колейность, значит, перестраиваемся по диагонали к колейности, ни в коем случае не отпуская газ, то есть ровный, пусть минимальный, но ровный газ, для того, чтобы автомобиль колесиками все эти волны переехал, и курсовая устойчивость его не потерялась. То есть, условно говоря, для пересечения через колею нужно сохранять для автомобиля вектор направления и вектор тяги, то есть, соответственно, газ и руль. У нас еще один звонок, и, наконец-то, я дождался вопроса, какой тип привода предпочтительный из Санкт-Петербурга. Но я думаю, сначала мы не будем заставлять... 6 на 6, конечно же. 6 на 6, самый идеальный. Сейчас мы ответим на вопрос, потом поговорим. Об этом добрый вечер, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, я Ильшат, это сказание, Татарстана. Очень приятно. Я хотел бы вам вопрос задать, вот у меня Subaru STI HHB 2009 года выпуска. Я бы хотел бы спросить вас специально, как правильно входить в поворот на грунтовой дороге и на скользкой дороге зимней без курсовой устойчивости, с отключенной курсовой устойчивостью, то есть, раллиный стиль вождения. Говорят, если научиться этому, вообще лучшей машины нет. Простите еще раз, а где вы живете? Я в Казани. В Казани, значит, в Казани есть очаги автомобильного спорта. Мой вам совет, сейчас не нужно от меня пытаться услышать ответ. Мы не можем здесь на пальцах объяснить. Потому что отвечать на этот вопрос, я могу ответить на пальцах, я могу ответить, я не знаю, там, какими-то движениями, но это займет приблизительно минут сорок. Вот реально, для того, чтобы действительно полноценно ответить на ваш вопрос. Поэтому обращайтесь к местным спортсменам, задавайте этот вопрос, и если вам спортсмен сможет объяснить, просто действительно проблема, очень много спортсменов знают, то есть, умеют что-то делать, но сложно объяснить. Значит, тогда на столь серьезном автомобиле приезжайте в Москву, есть школы, не буду рекламировать, есть школы, в том числе профильные по вашему автомобилю. Автомобиль у вас очень серьезный, поэтому не стоит пытаться самостоятельными какими-то обучениями заниматься. Я бы не стал, потому что автомобиль действительно очень серьезный, но то, что ваш автомобиль умеет, вас очень сильно и приятно удивит. Для этого нужно учиться. Ну, это самое главное, кстати, о его серьезности, свидетельствует то, что Subaru, что Mitsubishi впервые на последних своих версиях поставили систему курсовой устойчивости. Ведь до этого ее не было. До этого ее не было, и до этого каждая вторая Subaru и Mitsubishi Evolution в первые 10 тысяч пробега возвращались к дилеру в кузовной цех. Это статистика, ее можно проверить. Поэтому, собственно, они действительно не стали наступать на горло собственной песни, потому что у них они отключаются полностью. Хотя, конечно, мы, фанаты этой техники, мы очень сильно расстроились. Когда я увидел на десятке эту кнопочку, я очень был опечален. Так же, когда первый раз я катался на STI, ну, собственно говоря, все-таки это автомобили узкоспециальные. И вообще говоря, эти автомобили я бы продавал не каждому. Я бы продавал их все-таки, знаешь, как в Японии. Для того, чтобы пересесть с 400-ки мотоцикла на 600-ку, необходимо пройти экзамены. Их нужно сдать. Сдал – получай. Не сдал – не готов. Равно как, например, чтобы сесть на литр, нужно, по крайней мере, уметь поднять его с земли. Нет сил, ну, извини, значит, не судьба. Вот здесь то же самое. Грубо говоря, какой-то определенный набор действий. Не можешь, не получается сделать это на гражданской, на простой машине, там, с мотором 1,6-2 литра. Не надо пока думать об истяйке. Не нужно покупать Evolution. Это очень серьезный аппарат. С очень хорошим ускорением, очень опасный, собственно. Даже не ускорение самое страшное. Какой-нибудь там Mercedes-Fermatic, наверное, со светофором может уехать и быстрее того же Evolution. Но дело в том, что Evolution, он круглый год умеет ездить одинаково быстро. Evolution не важно. Снег под колесами, гравий, грунт, лед. Это совершенно не важно. Evolution всегда будет ехать. Вот я хочу ехать 160 км в час по трассе. Я еду 160, невзирая на покрытие, ширину дороги и так далее. Вот это ферматик точно не умеет. Это вот так. Так все же, какой привод лучше? Передний, задний или полный? Я понимаю, что 6 на 6 лучше. У нас, в нашем государстве, наверное, все-таки полный, если позволяют средства. Почему полный? Потому что все-таки мы, как правило, покупаем автомобиль для большого количества задач. То есть, автомобиль должен быть многофункциональным. Поэтому полный привод – это, в первую очередь, какая-то его вседорожность. Это важно. Выпал снег случайно в декабре, никто не ожидал, а вывод готов. Потому что, не знаю, у вас на Маутлендер, у вас на Субару какая-нибудь и так далее. Во вторую очередь, полный привод. По сей день существует миф о том, что полноприводная машина спасает от всего. Кстати, самое страшное. Да. Равно как существует противоположный миф. Полноприводную машину ни в коем случае покупать нельзя, потому что она очень опасна. Вот это новая какая-то волна. У нас две крайности. Да, это совершенно четко две крайности. Существует огромное количество полноприводной, спокойной техники. В качестве примера, наверное, Сузуки. Свифт? Свифт, который полноприводный. Мелкий, да, с полноприводной. Да, мелкий автомобиль. У него, насколько я знаю, трансмиссия от Аутлендера или подобия Аутлендеровской. Могут стоять. Совершенно спокойный автомобиль, которым может воспользоваться успешно и начинающая девушка, и опытный водитель уже со стажем и так далее. Пожалуйста. Но этот автомобиль, он действительно позволит везде проехать, везде пролезть. И самое главное, что такое полнопривод? Полнопривод – это когда все четыре колеса загружены крутящим моментом от двигателя. Это, по сути дела, можно сравнить с Боженька пальчиком вот так на крышу надавил автомобиля и немножко больше прижал его к дороге. И сцепление колес дорогой возросло. Вот в какой-то косвенной мере крутящий момент на каждом из колес – это и есть тот самый пальчик Боженьки для того, чтобы автомобиль цеплялся за дорогу еще лучше. Вот по сути дела. Потому что именно сцепление колес дорогой, оно с учетом нашего сейчас достаточно очень сильно любительского среднего уровня вождения автомобилей – это, наверное, самое важное. Не подушки, не очередная какая-то супер-пневмоподвеска. Это все, в общем-то, важно, оно работает. Но статистика говорит о чем? Мы калечимся, получаем увечья, не дай бог погибаем и так далее, когда просто стандартная ситуация, когда мы нигде не неслись очень быстро, а мы просто ехали, но в нас въехали. И мы не смогли, я не знаю, уехать, разогнаться, уехать от какого-нибудь наезжающего КамАЗа с засыпающим водителем только потому, что на газ-то нажали, и наша переднеприводная машина забуксовала колесиками. Поэтому, конечно, полный привод лучше всего. Если говорить о функциональности и соотношении цена-качество и так далее, ну, наверное, передний. Передний привод, он простой. Начинать пилотировать, начинать водить автомобиль, наверное, я бы советовал всем с переднего привода. Потому что, во-первых, переднеприводную машину, этой машиной можно очень быстро овладеть, поняв буквально несколько основополагающих принципов. Главный из них, наверное, это принцип стрелы. Передняя часть автомобиля является управляемой, самой тяжелой. И, соответственно, если мы поворачиваем руль и отмечаем поворот руля добавлением газа, то, по сути дела, переднеприводная машина, она всегда поедет туда, куда мы хотим ехать. По логике, до определенного момента. Естественно, конечно. Мы сейчас не говорим о каких-то завышенных скоростях, при которых задняя легкая, незагруженная часть автомобиля может просто начать уходить в занос и так далее. Это уже как бы критическая такая, контраварийная ситуация. А в остальном, да, передний привод. Задний привод, все, что выпускается на сегодняшний день по заднему приводу, это все автомобили с системами курсовой устойчивости. Поэтому, ну, я не знаю, что сказать. Про систему курсовой устойчивости мы уже сказали. Есть моменты, когда они сходят с ума и помочь нам не могут. В случае, если вы спокойный, адекватный водитель, я думаю, что на сегодняшний день из современных автомобилей, начиная с 2004-2005 годов выпуска, в принципе, можно покупать автомобиль с любым приводом. Разница такой принципиальный. Какой вам нравится, да. Еще раз повторяю, если вы водитель с холодной трезвой головы, вы четко оцениваете свои возможности, не превозмогая их. И понимаете, что автомобиль остается транспортным средством повышенной опасности. Это так, еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, Сергей Самара. Очень приятно. Добрый вечер. Вопрос такой у меня. Во-первых, про резину летнюю именно. Существует ли грань между комфортом и управляемостью? Как найти эту самую золотую середину для летней резины? И вопрос второй. В Европе, перед тем, как права люди получают, проходят экзамены невероятной сложности в экстремальных условиях. В России это может вообще помочь? Далеко не везде в Европе проходят специальные экстремальные сложности. Более того, в Европе, собственно говоря, если уж на то пошло, ситуация с уровнем водительского мастерства тоже не ахти. Причем во многих странах, поверьте. Там эта ситуация проще, потому что там есть, еще раз повторюсь, культура. Культура поведения на дороге. Поэтому очень многие вещи, которые происходят у нас на дороге, неприятные, о них слыхать не слыхивали в Европе. Вот о чем. Есть также частные контраварийные школы в Европе. Есть школы от именитых автомобильных брендов, которые также занимаются докаткой, можно так, наверное, сказать. То есть нет там никаких суперсложных экзаменов для того, чтобы получить права. Там есть определенный набор упражнений, которые абитуриент проходит. Он, кстати говоря, достаточно сильно похож на наш набор в автошколе. Просто там все честнее происходит. То есть если у нас происходят ситуации различные, в том числе просто покупка всех средств автомобиля, прав и так далее, то в Европе все это делается честно. Поверьте, если бы у нас честно сдавались экзамены в автошколе, у нас гораздо спокойнее было бы на дорогах. Гораздо спокойнее. Очень большое количество водителей приходит в контраварийные школы. Просто права купил, автомобиль купил. Дальше автомобиль мама отняла, потому что все-таки поняла, что сыночке опасно ездить, не умея водить. Сыночке приходит, занимается, учится. Хорошо, что он пришел, поучился. А ведь большинство не приходит и не учится. Большинство садится и поехал. Как-нибудь разберемся. Научусь. Да. Ну, это спортивный автомобиль Mazda 3 у нас. Посмотреть количество битых машин, которым не исполнился год или два. Ну, Mazda 3 просто изначально веселый автомобиль. Он действительно хороший, он действительно очень неплохой, он очень азартный в точке зрения управления. И очень часто покупают начинающие водители, думая, что ну как же это. Сравнительно небольшой автомобиль, почему же нет? Ну, не вопрос. Вот, по первой части вопроса, по соотношению комфорт, точнее грань между комфорт и управляемость. Вы знаете, здесь сложно, потому что для меня, например, комфортно, когда управляемо. Вот, собственно. То есть, я не представляю себе, что я там на свой Evolution 9 поставлю какую-нибудь там резину 65-го профиля. И потому что мне станет мягче, я себя буду чувствовать комфортнее отнюдь. Совершенно нет. Поэтому я езжу на рекомендованной заводом резине и получаю удовольствие от того, что Evolution 9, да, он табуреточный. Но ты вообще-то покупал не Mercedes S-класса изначально. Да, конечно, конечно, естественно. Вы понимаете, в чем дело? Здесь, наверное, комфорт и управляемость – это все-таки вопрос к производителю, в первую очередь, автомобиля и резины. Поэтому, если вы доверяете той или иной марке автомобилей, покупайте и пользуйтесь, равно как, если вы доверяете, я не знаю, марке колес, вот этой, а не той, и эта марка колес рекомендована для вашего автомобиля, ставьте и не разрушайте себе мозг. Потому что, поверьте, на всех заводах сидят умные люди, которые не попусту получают свои деньги и так далее. Тем более, когда речь идет об автомобилях европейских. Не, ну, знаешь, это вот был, когда Олег Растягаев, в общем, человек, который, ну, собаку съел на этой резине, собственно, и не одну собаку, он правильно сказал, когда позвонил человеку, того, Ц5, и говорит, вот у меня 19-е колеса, но мне жестко. Ну, на что Олег правильно ответил, говорит, а что вы хотели? Он говорит, большая резина с низким профилем, это очень красиво. Красиво. Но не всегда это оправданно и нужно. Я очень часто вижу, да и ты, наверное, Хаммер на 21-х дисках. На 22-х я видел. На 22-х с профилем. Живач такая просто. Я уж не знаю, 25, наверное, что ли. Что за удовольствие, мало представимо, слабо. Ну, зато красиво, да. Красиво еще, если он крутится, вообще замечательно. Вот, поэтому вопрос комфорта, это, в первую очередь, вопрос соответствия резины автомобилю. Автомобилю и тех условий, которые, ну, то есть завод выдвигает условия для колес, для своего автомобиля. Вот эти условия нужно принимать во внимание и пользоваться. Ну, кстати, не пренебрегать. На любой машине, а, как правило, на лючке бензобака написаны типоразмеры, которые разрешены к использованию. Как правило, там, если это машина, там, сегмента С, то там от 15-го дюйма до 17-го, как правило, они указывают это. Плюс в книжке, не ленитесь почитать, все это всегда есть. Иначе может получиться какая ситуация? Вы на автомобиле с достаточно жесткими подвесками, с минимальным количеством люфтов в подвесках, ставите, например, очень высокопрофильную резину, и что вы получаете? Которая как демпфер работает. Она работает как демпфер, да. То есть колесо, покрышка играет роль слабого звена вот в этой самой цепи между двигателем, автомобилем, колесами и дорогой. И в результате вы получаете плохо управляемый автомобиль. И, кстати говоря, из-за вот таких вот, я не знаю, даже испытаний любительских, из-за таких вот несоответствий, очень часто водители, владельцы автомобилей отказываются от автомобиля, говорят, что вот он ужасный, он не поворачивает, он не управляется и так далее. Вот у меня был ученик пару лет назад, стандартный турбодизельный Гелендваген, при этом он пытался по городу ездить на этом Гелендвагене на почти болотных колесах. Ну, то есть это колеса, вот они даже, у них даже профиля нет четкого асфальтового, они вот полукруглые. А и он чертыхался, говорит, я вот не знаю, продать, не продать, потому что меня достала эта машина, я поворачиваю, после чего считаю до трех. Потому что и так-то табуретка, в общем-то. Да, считаю до трех и далее я получаю реакцию от автомобиля. Вот. Просто пример, опять же, из, я не знаю, из вот мотоциклетного мира. Вы покупаете хороший мотоцикл, катаетесь на нем, там, сезон 2, после чего вы ставите легкие кованые диски, ну, вот такой честный тюнинг. Вы получаете мотоцикл просто другого уровня. Вы не делали больше с ним ничего совершенно. Пожалуйста. То есть колеса, они играют настолько важную роль, что порой мы вот действительно ахаиваем автомобиль, при этом мы не правы, потому что мы поставили на него не те колеса, не ту резину. Не тот профиль, не тот вылет, опять же, что важно. Потому что больше вылет, вы начинаете, тут все несет за собой, вы начинаете разбивать подвеску и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Меняется поворачивание, потому что меняется угол обкатки колеса, и так далее. То есть тут возникает ряд вопросов. У нас последний звоночек. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, меня Павел зовут, вопрос такой у меня. У меня машина Toyota, японская, с системой, это Active Torque Control, полный привод. Отключается, включается. Зимой попадал в пару неприятностей. Ну, при повороте на 90 градусов, при небольшой скорости, на включенном полноприводе, заносило задницу автомобиля. И на скорости где-то от 60 до 70 надо было просто вот, ну, разогнаться, и бок машины ушел. То есть машина задница ушла в бок, как в дрифт. Это при включенной системе? Что? При включенной системе стабилизации? Да, 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 да. Это, ну, резина не шипованная. Michelin Sport, контакт был. Просто вопрос, что мы это? Это либо резина виновата вот в этих ситуациях, либо полный привод? Полный привод точно ни при чем, хотя, если полный привод, там, я не знаю, по принципу, допустим, как вот, помнишь, на Volkswagen Golf был первый полный привод, он просто очень долго срабатывал. Была у них настройка Haldex, была настроена, Haldex был настроен несколько по-другому. У Audi, кстати, была эта проблема на трешках. У Golf настройка была изначально... Больф Синхро он называл. Синхро, да, там 50 на 50, а у Audi она могла передавать до 90% в крутящий момент на одну из осей. Да, вот я, насколько я знаю, у Синхро просто задержка иногда достигала двух секунд после того, как... Муфт срабатывал. Крутящий момент должен был перейти на ту или иную ось. Быстродействие было очень вот такое, тормозное. Поэтому, может быть, у вас здесь в данном случае ситуация с быстродействием полного привода. Я, честно, не знаком с полным приводом на Toyota. Не знаю. Не могу сказать. Я думаю, что, скорее всего, система типа Haldex, скорее всего. Потому что, памятуя о том, что Torsten используется на сегодняшний день в центральном дифференциале только Audi. И то уже. Ну, как? Все-таки, тем не менее, сам механизм достается. На RS-ке-то его уже нет. RS-ка – это ракета. Торсен в заднем мосту используется у Subaru. Поэтому, я думаю, что, скорее всего, Haldex и дальше программа. Вот как тот или иной завод рассчитывает и строит программу управления – это вопрос, к сожалению, сложный. Опять же, на что настроено? Ведь надо учитывать, что большая часть автомобиля сегодня имеет в приводе задних колес электромагнитную муфту, которая при частых использованиях начинает… В холостую, вот в холостую, чтобы он просто помолотил. Как и остужать тормоза, нужно просто на тихом ходу. Если вы перегрели тормоза, не задымились, не пуляйте и не пытайтесь встать. От этого диски может повезти. Да, и не заезжайте в лужи. О, это самое замечательное. То же самое тут, к сожалению, у нас не остается уже времени. Ну, буквально коротко. Кем по поводу амортизаторов конченных? Законченных? Ну, умерших. Умерших, да, то, что называется. Это какая-то дикая опасность. Потому что люди просили. Это не дикая, это очень дикая опасность. У вас, пока вы едете по ровной дороге, у вас складывается ощущение, что вы управляете автомобилем, он поддается всем вашим действиям и реагирует. Но маломальский какой-нибудь подбросик на дороге, съезд на ту самую асфальтовую дорогу, где полезный слой выбран и так далее. У вас могут быть абсолютно разные проблемы. Равно как при убитых амортизаторах очень часто вывешивается внутреннее колесо. То есть, по сути дела, вы едете, заезжаете в поворот на двух с половиной колесах. Потому что вывешенное заднее колесо, оно тянет за собой переднее внутреннее колесо. В результате вы уже превращаетесь в такого очень стрёмного каскадера, который пытается машину положить на бок. Ян, огромное спасибо, что пришел. Несмотря на то, что ты обижаешься на машине сегодня, к нам ехал долго, но сегодня холодно. Да, в следующий раз на мотоцикле приеду. В следующий раз на мотоцикле. Спасибо и вам, наши уважаемые телезрители. Спасибо всем, кто представлялся в СМС. Спасибо всем, кто звонил. Мне остается пожелать вам удачи. Берегите себя, это самый важный момент, и уважайте окружающих. Я не устану это повторять в каждую программу. Спасибо вам, всего вам доброго, до свидания. Да, безопасных дорог. Спасибо.